Биржа, акции, обликации, курс доллара и кризис. Сегодня все это Андрей Болсуновский вспоминает как дурной сон. Это настолько все другое, что даже сравнивать я сейчас не хочу. Я точно знаю, что ни при какой жизненной ситуации я больше банковскую систему не вернусь. Еще пару лет назад он руководил региональным отделением одного из крупных российских банков. Сегодня глава фермерского хозяйства. Это подтолкнуло какие-то легкие проблемы со здоровьем, которыми не было времени заниматься. Все время казалось, что нужно в ближайшее время уволиться, расстаться с прежней деятельностью и заниматься здоровьем. Но когда это все дело закончилось и позанимался дачей, чем-то еще хозяйством, выяснилось, что проблем со здоровьем нет. На самом деле лечить-то нечего. И как-то так немножечко и затянуло. Немножечко это 300 племенных коз, стадо баранов, коровы, свиньи и самая разнообразная птица. Именно с пернатых началось увлечение банкира фермерским делом. Скорее как хобби, чем способ заработать. Завел себе первый курятник. А потом, поскольку я постоянно ездил где-то там Питер, Москва, там немножко за границей и так далее, мне было интересно привезти там ту же птичку такую, которую ни у кого нет. И мы там привозили яйцо, выводили на ноги кур. Это принято называть модным нынче словом дауншифтинг. Впрочем, сам Андрей Болсыновский желающих повторить его путь предупреждает сразу и честно. Это не то, что вы пришли на работу и через две недели получите первую зарплату. Возможно, что вы ее получите через пять лет. Тем не менее, его ферма успешной стала всего за два года всем своим видом, буквально нарушая представление о сельском хозяйстве в России. Здесь чисто, красиво и все организовано, как в банке. Нет у Андрея и планов развивать ферму в промышленных масштабах. Чем больше размеры, тем меньше порядка, говорит. Но и останавливаться на достигнутом не планирует. С козами уже все понятно. На очереди теперь страусы.